Беседа девятая. Матфея 2.16.89. Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев и флиями во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Без сомнения, Ироду следовало не гневаться, но возыметь страх, смириться и познать, что он предпринимает дело невозможное, однако же он не смиряется. Когда душа бесчувственна и неизлечима, она не принимает никакого врачевания, даруемого Богом. Смотри, как Ирод снова подвязается в прежних делах своих, прилагает убийство к убийству и безумствует, объятый гневом и завистью, как некоторым демонам. Он ни на что не смотрит, неистовствует над самой природой, и гнев свой, возбужденный посмеявшимися над ним волхвами, изливает на неповинных младенцев. И таким образом совершает теперь в Палестине злодеяния, подобные бывшему некогда в Египте. И постал избить всех младенцев в флиями и во всех пределах его. Будьте здесь внимательны к словам моим. Многие очень неразумно судят об этих детях и возмущаются несправедливостью их избиения, причем одни выражают свои сомнения довольно скромно, а другие с большой дерзостью. Итак, чтобы остановить дерзость одних и разрешить сомнения других, выслушайте с терпением краткое мое размышление об этом предмете. И если порицать то, что избиение детей попущено промыслом, то пусть порицает его и за смерть воинов, которые стерегли Петра. Как здесь после бегства отрока избиваются другие дети вместо искомого, так и там, когда ангел освободил Петра от темницы и уст точно такой же и по имени и по нравам тиран, не найдя Павла, вместо него предал смерть истерегших его воинов. Но что это скажешь ты? Это не решение, а только усложение вопроса. Я и сам это знаю, но для того и предлагаю это, чтобы на все такого рода вопросы дать одно решение. Итак, в чем состоит это решение? Какое можно дать решение удовлетворительнее того, что не Христос был причиной смерти детей, но жестокость царя, равной не Петр был причиной смерти воинов, но безумия Ирода? В самом деле, если бы этот последний нашел подрытую стену или разломанные двери, тогда он, пожалуй, имел бы право винить в беспечности воинов, стерегших апостолов. Но раз все оставалось в надлежащем порядке, и двери были заперты, и оковы остались на руках стражей, ведь они были связаны вместе с Петром, то он мог без сомнения заключить отсюда, если бы только здраво рассудить мог о происшедшем, что это не дело силы человеческой или какого-либо обмана, а дело божественной и чудодейственной силы, и благоговеть перед соделавшим это, а не восставать на стражей. Для того все это Бог и совершил таким образом, чтобы не только не подвергнуть наказанию стражей, но чтобы через них и самого царя привести к истине. Если же он оказался нечувствительным, то разве неврежность больного падает на премудрого врача душ, который все употребил для его блага? То же самое можно сказать и здесь. Для чего ты, Ирод, будучи поруган волхвами, разгневался? Или ты не знал, что рождение было божественное? Не ты ли призвал архиереев? Не ты ли собирал книжников? Не приводили ли призванные с собой перед твоей судилищей пророка, давно уже о том предсказывавшего? Не видел ли ты, что древнее согласно с новым? Не слышал ли, что и звезда служила волхвам? Не усцедился ли ты ревности варваров? Не удивился ли их дерзновению? Не ужаснулся ли пророческой истины? Не мог ли заключить от прошедшего к последующему? После всего этого, почему же ты не размыслил, что это произведено не обманом волхвов, но силой Божией, которая все устрояет надлежащим образом? Но если ты и обманут волхвами, то чем же виноваты дети, немало тебя не оскорбившие? 91. Все это так, скажешь ты. Но показав ясно, сколь неизвинителен и кровожаден был Ирод, ты не разрешил еще вопрос о несправедливости самого события. Пусть он действительно несправедлив, но почему, скажешь ты, Бог попустил это? Что же нам ответить на этот вопрос? Укажу вам на то самое правило, о котором я непрестанно говорю и в церкви, и на торжище, и во всяком месте. Правило, которое желаю я, чтобы и вы тщательно соблюдали, поскольку оно дает нам решение на все подобные недоумения. Что же это за правило? В чем оно заключается? То, что обижающих много, а обижаемого нет ни одного. Но, чтобы такой загадкой не смутить вас еще более, я сейчас же и разрешу ее. Обиды, несправедливые, претерпеваемые нами от кого бы то ни было, Бог вменяет нам или в отпущении грехов, или в воздаянии награды. Чтобы мои слова были понятнее, я объясню их примером. Положим, что какой-нибудь раб должен своему господину большую сумму денег. Допустим далее, что этот раб обижен бесчестными людьми, и какая-нибудь часть его имения отнята. Итак, если бы этот господин имели возможность удержать похитителя или хаимца, вместо того, чтобы возвратить рабу, похищенные у него деньги, зачел их за долг свой, то обижен ли был бы раб? Никак. А что, если бы господин отдал ему еще более похищенного? Не приобрел ли бы он еще более, чем потерял? Это для всех очевидно. Точно так же мы должны думать и о своих страданиях. Этими страданиями мы или заглаждаем наши грехи, или же, если не имеем грехов, получаем за них блистательнейшие венцы. Послушай, что говорит Павел о блуднике. Придать такого сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. Но к чему это скажешь? Речь идет о обижаемых другими, а не о тех, которых исправляет учителя. На самом деле, однако, здесь нет никакого различия, потому что у нас вопрос был о том, действительно ли в страданиях нет обиды страждущему. Но чтобы более приблизить слово к предмету нашего исследования, напомним о Давиде, который, видя семея, нападавшего на него, издевавшегося над его несчастьем и осыпавшего его бесчисленными ругательствами, удержавая начальников, хотевших убить его, говоря, оставьте его проклинать меня, дабы видел Господь смирение мое и возвратил мне доброе вместо клятвы этой в сегодняшний день. И в псалмах, поспевая, сказал, увидишь врагов моих, как умножились они, и какой ненависти неправедно возненавидели меня. И Лазарь достиг покоя, потому что в настоящей жизни претерпевал бесчисленные бедствия. И так те, которые кажутся обиженными, не обижены на самом деле, если только все несчастья переносят с мужеством. Напротив, еще более приобретают, получают ли удар от самого Бога или от дьявола. Но какой грех имели младенцы, скажешь ты, которые должны бы смыть своей кровью? Вышесказанное справедливо ведь можно применять только к людям возрастным, которые много согрешили. Но те, которые претерпели столь безвременную смерть, какие грехи загладили своими страданиями? Но разве ты не слыхал сказанного мной, что если нет грехов, то за здешние страдания там воздается награда? Итак, какой урон понесли дети, умершленные по такой причине, скоро достигшие покойной пристани? Ты скажешь, что они совершили бы многие, а может быть и великие дела, если бы продолжилась их жизнь. Но Бог немалую предлагает им награду за то, что они лишили жизни по такой причине. Иначе Он не попустил бы ранней их смерти. И если бы они имели соделаться великими, если уже Бог с таким долготерпением попускает жить и тем, которые всю жизнь проводят во зле, то тем более не попустил бы умереть, как этим детям, если предвидел, что они совершат что-либо великое. 92. Таковы наши основания. Они, впрочем, это не все, но есть и другие, сокровеннейшие, которые совершенно знает только Сам, устрояющий это. Итак, предоставив Ему совершеннейшее ведение, об этом обратим внимание на последующее. И из несчастья других научимся все переносить мужественно. Подлинно. Немалые скорби постигли Вифлеем, когда детей отторгали от сосов матерей и предавали неправедной смерти. Если же ты еще малодушествуешь и не в силах возвыситься до такого любомудрия, то узнай конец того, кто дернул на такое злодеяние и немного успокойся. В самом деле суд весьма скоро пости Кирда за его поступок. И он за свое злодейство был достойно наказан. Он кончил жизнь тяжкою смертью и даже более тяжкою, жалкою, чем та, на которой он осудил младенцев, потерпев при этом бесчисленное множество и других страданий. Об этом можете узнать из истории Иосифа, которую передавать здесь мы не считаем нужным. С одной стороны, чтобы не удлинить нашего слова, а с другой, чтобы не прерывать порядка. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, Так как Евангелист повествованием об этом насильственном, несправедливом, лютом и беззаконном избиении исполнил ужасом слушателя, то он же и утешает его, говорят, что это не потому случилось, чтобы Бог не мог поспрепятствовать или не предвидел этого, но что он предвидел и предвозвестил об этом устами пророка. Итак, не смущайся и не падай духом, когда взбираешь на его неизреченный промысл, который ясно можно усматривать как в его действии, так и в попущении. Это самое и Христос дал разуметь ученикам, когда однажды в беседе с ними предвозвестив им о судилищах, узах, о вражде всей вселенной и о непримиримой брани, сказал для их воодушевления и утешения. Недели малые птицы продаются за осари, но ни одна из них не падает на землю без воли Отца Вашего Небесного. Этими словами он хотел показать, что без его ведома ничего не бывает. Значит, он знает все, хотя и не делает всего. Поэтому, говорит, не смущайтесь и не бойтесь. Если тот, кто знает ваши страдания и может отвратить их, однако же не отвращает, то без сомнения, потому что промышляет и печется об вас. Так должны мы рассуждать и в собственных искушениях, и мы отсюда получим немалое утешение. Рахиль, сказано, плачет о детях своих. Но скажет кто-нибудь, может быть, что общего имеет Рахиль с Тихлиемом? Что также Рама имеет общего с Рахилью? Рахиль была мать Вениаминова и по смерти погребена на пути ипподрома, близ Рама. Итак, поскольку и гроб ее близ Рамы был, и это место досталось в удел Вениамину сыну ее, Рама была в колене Вениамина, то и по родоначальнику и по месту погребения евангелист справедливо называет избиенных детей детьми Рахили. Потом показывает, что приключившееся горе было тяжко и неутешно, говорит, и не хочет утешиться, ибо их нет. И отсюда мы научаемся опять тому же, о чем я говорил именно, что не должно смущаться, когда обстоятельства кажутся несообразными с обетованием Божьим. Смотри вот. Какое было начало, когда пришел Господь для спасения своего народа, или лучше, для спасения всей вселенной? Мать бежит. Отец подвергается несносным страданиям. Совершается убийство. Всех убийств тягчайшее. Всюду плач, рыдание и вопль многие. Но не смущайся. Господь в яснейшее доказательство своей силы обыкновенно исполняет свои намерения средствами, всегда противоположными. Так и учениковство их он воздвиг, научил и предуготовил, ко всяким подвигам совершая это ради большего чуда, средствами противоположными. Потому и они, будучи истязаемы, гонимы и претерпевая бесчисленные бедствия, остались победителями над теми, которые истязали и гнали их. Девятнадцатый. По смерти же Ирода всеангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Теперь же не говорит «Беги, но иди». Девяносто четыре. Видишь ли, как за искушением опять следует покой, а за покоем опять опасность. Кончилось его изгнание, он возвратился в свою страну и узнал о смерти избившего младенцев. Но вступивший в отечественную землю, он еще находит остатки прежних опасностей. Находит в живых. И на престоле сына Тиранова. Но как мог царствовать Иудея и Архилай, когда понтийский Пилат был егемоном? Ирод только что умер, и царство еще не разделилось на части. А так как тотчас по смерти Ирода власть принял вместо отца сын его, а между тем брат Архилая звался также Иродом, то Евангелист и присоединил вместо Ирода отца своего. Но скажут, что если Иосиф убоялся идти в Иудею по причине Архилая, то ему следовало бояться и Галилеи по причине Ирода. Нет. С переменой местожительства дело уже было скрыто. Все нападения было на Ифлием и его пределы. И раз уже совершено было избиение, то Архилая и сын Ирода вдумал, что все уже кончилось, и что между многими убит и тот, кого искали. При том же, может быть, видя такой конец жизни отца своего, он боялся простираться далее и еще упорствовать в беззаконии. Таким образом, Иосиф приходит в Назарет, как во избежание опасности, так и пожелание жить в Отечестве. Для большего же ободрения получает об этом извещение и от ангела. Между тем, Святой Лука не говорит, чтобы Иосиф вошел в Назарет вследствие такого извещения. По его словам, Иосиф и Мария возвратились в Назарет, исполнивший все по закону очищения. Что же на это сказать? То, что Святой Лука говорит, это повествует о времени до путешествия в Египет. Ангел, конечно, не повел бы их туда прежде очищения, чтобы не было никакого нарушения закона. Он ожидал, пока совершится это очищение, и они пойдут в Назарет, а тогда уже велел идти в Египет. Затем, когда они возвратились оттуда, повелевает им идти в Назарет. В первый же раз они шли туда не по внушению ангела, а делали это сами собой, из любви к отчизне. Так как они ходили в Вифлеем, только по причине переписи, и не имели даже места, где бы остановиться, то окончивши дело, за которым приходили, возвратились в Назарет. И так ангел возвращает их в дом и успокаивает на будущее время. Это случилось не просто, а по пророчеству. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется, говорит вангелист. Какой пророк сказал это? Не любопытствуй слишком и не исследуй. Как можно видеть из истории Паралипоменон, в пророческих книг много пропало. Иудеи, будучи нерадивы и часто впадая в нечестие, иным попустили затеряться, иные сами сожгли и взорвали. Об одном говорит Иеремия, а другом писатель четвертой книги Сарф сообщает, что после долгого времени едва нашли где-то закопанное и затерянное второзаконие. Если же иудеи так не родили о священных книгах, когда не было еще врагов, то тем более при нашествии неприятелей. Впрочем, соответственно, предречению пророков и апостолы часто называют Христа Назареем. Но не затемняло ли это, скажешь, пророчество о Вифлееме? Нет. Напротив, этот особенный побуждало к тщательному исследованию того, что было говорено о нем. Так и Нафанаил начинает свое исследование о нем словами «Из Назарета может ли быть что доброе?» Действительно, Назарет был место неважное. Да и не только он, но и вся область галилейская. Потому и с фарисеей говорили «Испытай, и увидишь, что пророк от Галилея не приходит». И однако Господь не стыдится называться по имени этого места, показывая тем, что он не имеет нужды ни в чем человеческом. Так же и учеников своих выбирает из Галилея, уничтожая тем всякие отговорки людей ленивых и показывает, что для бодвига добродетели нам нет нужды ни в чем внешнем. Потому же он не избирает себе и дома. Сын человеческий, говорит, не имеет где голову преклонить. Потому он и бегает от козни Ирода, и при рождении полагается в яслях, и прибывает в гостинице, и избирает бедную мать, научая нас тем не почитать ничего такого постыдным, попирая с самого начала гордость человеческую и убеждая к одной добродетели. И для чего ты гордишься Отечеством, говорит он, когда я повелеваю тебе быть странником всей Вселенной, когда ты можешь сделаться таким, что весь мир не будет тебе достоин? Откуда ты происходишь? Это так маловажно, что сами языческие философы не придают этому никакого значения, называют внешним и отводят в последнее место. Однако же Павел допускает это, скажешь, когда говорит, что по избранию возлюбленные ради отцов. Но скажи, когда, о ком и кому он так говорит? Обратившимся язычникам, которые гордились своей верой, восставали против иудеев, и тем самым еще более отчуждали их от себя. Итак, он говорит это для того, чтобы в одних не изложить течливость, а других привлечь и возбудить подобной ревности. Когда же он так рассуждает о тех благородных и великих мужах, то слушай, что говорит. И такими были многие. И так поступая, они показывали, что ищут иного Отечества, ибо если бы они помнили то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они показывают, что ищут лучшего. И опять. Но сии умерли все в вере и не получили обещанного, но только издали, видели и радовались. Точно так же говорил Иоанн, приходившим к нему. И не говорите себе, что отец у вас Авраам. Так же и Павел. И не все, сущие от Израиля, суть Израиль. И не дети плоские, но дети есть Божие. В самом деле, скажи мне, что польза была детям Самуила в благородстве отца их, когда сами они не наследовали его добродетели? Что польза детям Моисея, не поревновавшим его строгой жизни? Они не наследовали его власти. Они писали с его детьми, но управление народом перешло к другому, кто был сыном ему подобродетели. Напротив, повредило ли Тимофею то, что он имел отцом язычника? Что опять было пользы сыну Ноеву от добродетели отца его, если он сделался из свободного рабом? Видишь ли, как мало защиты детям в благородстве отца их. Развращение воли преодолело законы природы и лишило хама не только благородства родительского, но и самой свободы. Также Исааф не был ли сыном Исаака, который еще и ходатайствовал о нем? Хотя и отец старался и желал того, чтобы он был участником благословения, и он сам для того исполнял все его повеления, но так как он был худ, то все это не помогло ему. Несмотря на то, что и по природе он был первенцем, и отец вместе с ним всячески старался сохранить его преимущество, он лишился, однако, всего, потому что не имел Бога с собою. Но что я говорю об отдельных людях? Иудеи были сынами Божьими, и однако ничего не приобрели от этого достоинства. Итак, если кто, будучи даже сыном Божьим, за то, что не окажет добродетели, достойный такого благородства, еще более наказывается, то что уже выставлять благородство дедов и прадедов? Да и не только в Ветхом, но и в Новом Завете можно найти то же самое. И те, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Между тем для многих из этих чад, по словам Павла, совсем бесполезно то, что они имеют такого отца. И если, говорит, обрезывайтесь, то нет вам никакой пользы от Христа. Если же и Христос совсем бесполезен для тех, которые не хотят внимать самим себе, то что пользы в человеческом предстательстве? Итак, не будем гордиться ни благородством, ни богатством, но будем презирать надмивающихся подобными преимуществами. Не будем унывать по причине бедности, но будем искать того богатства, которое состоит в добрых делах, и убегать той бедности, которая вводит нас в грех. А это и последний известный багаж действительно был беден. Почему и не мог, несмотря на усиленные просьбы, получить и одной капли воды? Между тем, если между нами такой нищий, который бы не имел и воды для прохлаждения, нет ни одного. И те, кто истаивает от крайнего голода, могут иметь каплю воды. Но не только каплю воды, но и другое гораздо большее утешение. А этот богач и того не имел. Таков он был беден, и, что всего тягостнее, ниоткуда не мог иметь утешение в своей бедности. Итак, что мы алчим денег, когда они не возводят нас на небо? Скажи мне, если бы какой-либо земной царь сказал, что богатый не может блистать в его царских чертогах или достигнуть какой-либо почести, то не все ли с презрением бросили бы имение? Итак, если мы готовы презреть имение, когда оно лишает нас чести у царя земного, то пригласит царя небесного, который ежедневно взывает и говорит, что неудобно с богатством зайти в священные те предверия, не презрим ли все? И не отвергнем ли богатство, чтобы свободно взойти в его царство? И достойны ли мы какого-либо прощения, когда с великим старанием обременяем себя тем, что заграждает нам туда вход, и скрываем свое богатство не только в сундуках, но и в земле, тогда как можно было бы положить его в хранилище небесное? Ты поступаешь в этом случае, подобно тому земледельцу, который, взяв пшеницу, вместо того, чтобы посеять ее на плодоносном поле, бросает в озеро, отчего и сам не получает никакой пользы, и пшеница, испортившись, пропадает. И чем обыкновенно оправдываются люди, когда мы так обличаем их? То немало утешает нас, говорят они, что мы уверены в безопасности всего скрытого у нас, но и не быть уверены, что есть сокрытое сокровище, так же утешительно. Положим, что ты не боишься голода, но ради такого хранилища ты необходимо должен бояться других, тягчайших бедствий, смерти, вражды, наветов, да и в случае голода народ, им понуждаемый, поднимет руку на дом твой. Вернее же сказать, поступая таким образом, ты сам же причиняешь и голод городам, и через то готовишь к своему дому опасность страшнее голода. Я не знаю, умирал ли кто вдруг от голода, потому что против этого зла можно придумать много всякого рода средств, но за деньги, за богатство и за подобные вещи могу много представить убитых и тайно, и явно. Множеством таких примеров наполнены дороги, судебные места и торжище. Да что я говорю о дорогах, судебных местах и торжищах. Посмотри, самое море исполнено кровью. Ироническая власть любостяжания не только на земле распространила свою державу, но и на море свирепствует с великим неистовством. Один плывет за золотом, другого умерщвляет за него же. Одного эта мучительная страсть сделает купцом, другого человека убийцей. Итак, на что всего менее можно полагаться, как не на богатство. Когда из-за него нужно скитаться, подвергать опасности и самой смерти. Но кто пожалеет заклинателя змей, по слову Писания, в стерах 12-13, зная жестокость иранства, надлежало бы убегать рабство и истреблять пагубную любовь. Но скажешь, возможно ли это? Возможно, если только водворишь в себе другую любовь, любовь к небесам. Кто желает царства небесного, тот смеется над корыстолюбием. Раб Христов не будет рабом богатства, но его властелином. Богатство обыкновенно само ищет того, кто его бегает, и убегает того, кто его ищет. Не столько чтит ищущего его, сколько презирающего. Ни над кем так не издевается, как над своими искателями, и не только издевается над ними, но и опутывает их бесчисленными узами. Итак, освободимся, хотя теперь от этих пагубных цепей. Зачем порабощать разумную душу неразумному веществу матери бесчисленных зол? Но не стешно ли? Мы спорим против него словами, а оно спорит против нас делами. Водит нас повсюду и к нашему бесславию спорит с нами, как с невольниками и непотребными рабами. Что постыдней и бесчестней этого? Если мы не преодолеваем вещества бесчувственного, то как же будем преодолевать силы бестелесные? Если не презираем низкое вещество и презренные камни, то как покорим себе начало и власти? Как будем упражнять все целомудрие? Если блеск серебра поражает нас, то как сможем презреть красоту лица? Есть люди, которые до того преданы этой тиранической власти, что самый вид золота производит над ними особенное действие, и они для шутки говорят, что и для глаз полезно смотреть на золотую монету. Но не шути так, человек. Поистине, ничто так не вредит и телесным, и душевным очам, как эта страсть. Пагубная любовь эта погасила светильники неразумных дев и лишила их брачного чертога. Взгляд на золото, по словам твоим, полезный для глаз. Не позволил несчастному Иуде внять глаз у Господа, и еще довел до того, что он удавился, расторгся посредине, и, наконец, не звергся в гиену. Итак, что может быть беззаконнее этого взгляда? Что ужаснее? Не о веществе денег говорю я, но о безмерной и необузданной к ним страсти. Она-то по каплям проливает кровь человеческую, имеет смертоубийственный вид всякого зверя-лютея, так как и падших терзает, и что еще хуже, не дает и чувствовать этих терзаний. Одержимым этой страсти надлежало бы простирать руки к мимоходящим и взывать о помощи. А они еще благодарят за эти мучения. Что может быть злосчастнее? Итак, размышляя об этом, будем убегать от этой неисцельной болезни, будем врачевать ее угрызения и подальше уклоняться от таковой язвы, чтобы здешнюю жизнь провести безопасно и спокойно, и будущее наследовать сокровища, которых и досподобимся все мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.